здравствуйте дорогие телезрители и вновь в эфире программа аффин саббат и сегодня мы расскажем вам об интернет банкинге как вообще ими пользоваться что такое электронные деньги правила пользования банкоматами и терминалами и как не стать жертвой мошенников смотрим далее с развитием технологий постоянно появляются все новые формы дистанционного банковского обслуживания и самой продвинутой из них на данный момент является интернет банкинг интернет банкинг позволяет получить доступ к банковским услугам не посещая отделение банка для этого необходимо лишь иметь компьютер или смартфон подключенные к сети интернет ведь сегодня почти все банки предлагают своим клиентам такую опцию интернет банкинг сам по себе представляет собой доступ к сайту банка через учетную запись с помощью логина и пароля и оплата подключенных банке услуг также следует различать интернет банкинг интернет платежей с помощью банковской платежной карты где платежи осуществляются через специальную форму поставщиков товаров и услуг на отдельном сайте отличным от банка век высоких технологий сейчас клиентам нет необходимости ходить в отделение банка для того чтобы оплатить какую-то финансовую услугу достаточно подключить услугу интернет банкинга и совершать операции не выходя из дома либо с офиса посредством интернет банкинга иными словами интернет банкинг это дистанционное банковское обслуживание которое позволяет клиентам совершать финансовые операции в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю возможности интернет банкинга оплата коммунальных и других услуг перевод денежных средств на другие банковские счета пополнение депозита выплаты по кредиту обмен валют просмотр информации по счету и другие не стоит опасаться использования новинок финансовой системе пользуясь интернет банкингом вы уже отказываетесь от наличных платежей например платежи коммунальных услуг пополнение баланса телефона или другие услуги вы можете производить не выходя из дома это очень удобно интернет банкинг позволяет клиенту существенно экономить время и обеспечивает доступ банковским услугам в любое удобное время помимо этого интернет банкинг выгоден и для самих банков так как он уменьшает их операционные сдержки на обслуживание клиентов на местах увеличивая при этом объем клиентских операций сейчас пожалуй одна из основных проблем наверное современности это недостаток времени причем не зависит от того чем занимается клиент будь он предприниматель или который ведет бизнес будь домохозяйка времени не хватает всегда поэтому интернет банкинг позволяет экономить время преимущество интернет банкинга безопасное простое и бесплатное подключение к интернет банкингу экономия времени проведение банковских операций без посещения офиса банка доступ банковскому счету в любое время и полный контроль за движением средств конечно наряду с преимуществами интернет банкинга существуют и различные риски в основном они касаются безопасности интернет соединения и правильности введения данных пароли для входа в интернет банкинг должны быть заведены самим пользователем без участия третьих лиц и не должны никому сообщаться включая и сотрудников банка рекомендуется использовать сложные буквенно цифровые комбинации и периодически менять пароли и в этой связи необходимо придерживаться правил безопасности которые рекомендует и представляет банк своим клиентам то есть это обязательная сохранность логина пароля желательно использовать дополнительные способы защиты как одноразовые пароли либо отдельные банки предоставляют возможность использовать использование электронной цифровой подписи через смарт-карты другими инструментами дистанционного банковского обслуживания являются банкоматы и терминалы они тоже обеспечивают удобство для клиентов банков банкомат это устройство автоматизированного банковского обслуживания по платежным картам через него можно в любое время снять деньги с карты дистанционно оплатить некоторые услуги проверить баланс или даже погасить кредит и пополнить депозит банковские терминалы в основном делятся на два вида пост терминалы небольшие устройства в местах обслуживания предназначенные для приема к оплате платежных карт и платежные терминалы более крупные устройства позволяющие совершать банковские операции без использования банковских карт принимая наличные деньги основными правилами безопасности следующее считать это сохранность пин-кода и сохранность карты то есть держателям важно знать правила безопасного использования которые предоставляет банк это не допускать попадание карты в чужие руки и раскрытие пин-кода потому что пин-код подтверждает что операция была проведена непосредственно держателям карты динамичное развитие технологий приводит к возникновению новых денежных инструментов электронные деньги один из них электронные деньги это стоимость средств находящихся в электронном кошельке можно сказать что электронные деньги являются виртуальными но они всегда обеспечиваются реальными деньгами электронный кошелек свою очередь представляет собой программно-техническое обеспечение на котором хранятся данные об электронных деньгах их владельцы и операциях с ними настоящее время электронные деньги приобретают наибольшую популярность поскольку есть определенные преимущества использования электронными деньгами и посредством электронных денег практически купить можно все потому что наши современные люди они ценят время экономию времени сейчас очень много интернет магазинов создаются которые тоже для себя выявили преимущество использования электронных денег электронные деньги они подразделяются на несколько видов вот на базе смарт-карты на базе сетей на базе смарт-карты электронные деньги считаются те деньги которые находятся на платежных картах и так далее на базе сетей это вот больше электронные кошельки это которые передаются через интернет сети ими можно пользоваться при помощи интернета, всевозможных платежных устройств, посттерминалов, электронных кошельков, смартфонов. То есть доступ необходим к интернету. Для безопасного пользования электронным кошельком необходимо соблюдать те же правила, что в случае с интернет-банкингом. Не показывайте и не сообщайте свой пароль или же пин-код третьим лицам. Используйте сложные пароли и пин-коды. При использовании компьютера нужно установить и регулярно обновлять антивирус. Если вы открываете электронный кошелек через смартфон или планшет, ставьте их на блокировку и не устанавливайте мобильные приложения из неизвестных источников. Если эти действия не помогли обезопасить ваш электронный кошелек и к нему получили доступ посторонние лица, незамедлительно обращайтесь в соответствующий банк или же в платежную организацию, которые открывали вам электронный кошелек. Используя интернет-банкинг или же электронные деньги, вы создаете себе условия для платежей в любом для вас удобном месте. А сэкономленное время вы можете использовать для других работ. И на этом наша программа подходит к концу. До свидания. Вы получаете зарплату, пенсию или пособие на банковскую платежную карту или просто храните сбережения на счете? Не спешите обналичивать деньги, ведь за товары и услуги вы можете расплачиваться картой безналичным способом через посттерминалы. В Кыргызстане, если площадь магазина больше 50 квадратных метров, то владелец обязан установить посттерминал. Посттерминалы должны быть в магазинах, аптеках и медицинских учреждениях, кафе, салонах красоты, АЗС и в других местах, где предоставляются услуги и реализуются товары. Расчет банковскими платежными картами безопасен, выгоден и удобен для всех. С клиентов в большинстве случаев не взымается налог с продаж, а значит это привлекательнее, чем оплата наличными. Продавцам не нужно искать мелочь на сдачу, нести лишние расходы на инкассацию. А самое главное, продавцы не теряют покупателей, которые желают расплачиваться безналичным способом. Помните, возможность расплачиваться за товары и услуги банковскими картами – это ваше законное право. В случае отказа вы можете обратиться в антимонопольный орган. Подробная информация доступна на сайте Национального банка Кыргызской Республики.